МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но спустя год, вместо того, чтобы подводить первые итоги, в Молдове, Европе и даже США говорят о проблемах евроинтеграции. И это очень странно, ведь правящая коалиция настолько охвачена евроремонтом всех областей и направлений, что не замечает, как на деле все выходит с сильным молдавским колоритом, который затмевает или даже забивает всю утонченность европейского стиля и европейских ценностей. Что со всем этим делать? Вопрос не праздный. И честно, и принципиально мы поговорим об этом в сегодняшнем эфире. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Сергей Мишин, эксперт, доктор права. Добрый вечер. Роман Михайлович, политический комментатор. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Как обычно свою позицию можете выразить и вы, позвонив по одному из предложенных номеров. Звонок по Молдове бесплатный. Ну что, господа, давайте говорить. Начнем вот с чего. Сегодня утром я читаю прекрасную новость. Процесс европейской интеграции, в котором участвует Республика Молдова, в последнее время замедлился. Автор этого высказывания – посол Соединенных Штатов Америки Джеймс Петтетт. Вы с ним согласны, господин Михайлович? Частично согласен. И он, между прочим, приводит один серьезный аргумент, что Республика Молдова входит в зону электронных битв. То есть надо понимать, что те процессы, которые посол увидел в 2016 году, что они были форсированными, после того, как ДПМ взяла власть и практически уже имела все возможности появить себя, они форсировали европейскую интеграцию. Мы помним множество законов, был план действий, совместно разработанный с Евросоюзом, по которому они добились того, что было разблокировано финансирование Международным бюджетным фондом, Европейским союзом, Международным банком, другими организациями. А сейчас на данном этапе мы наблюдаем не то, что похолодание отношений с Евросоюзом, но, скажем, можно сказать, что работа идет и дальше по этому направлению, но есть и некоторые вопросы в основном того, что связано с, так говорил господин Петти, то, что называется судебной реформой. Ну, вообще претензии все те же, господин Мишин. Это коррупция, о ней опять говорил посол, юстиция, и он заговорил о национальной трагедии, массовый отток населения. Ваш комментарий вот этого высказывания. Ну, я с ним полностью согласен, что у нас не то, что затормозилось. У нас евроинтеграция ушла куда-то в небытие. Потому что какой евроинтеграции мы можем говорить, особенно после 2016 года, когда полностью власть перешла парламентскому большинству в лице демократической партии, если у нас в Республике Молдова элементарно не соблюдаются никакие демократические нормы, у нас не присутствует никаких европейских стандартов, европейских реформ, европейского ничего. О чем мы говорим? Это господин посол высказал на уровне «замедлились», ну так, скажем, чтобы не сильно ругать нынешнее парламентское большинство, которое смотрит ему в рот, если так уж будем честными. Ну нет у нас никаких реформ. Но давайте посмотрим честно. Говорить о том, что вот электоральный период, так извините, электоральный период наступил, ну давай, ну в августе, ну в июле, а весь 16-й год, а весь 17-й год, а пол 18-го года, о каком мы можем говорить в электоральном периоде? Да не было никакой электорального периода. Но при этом Европа останавливает 28 миллионов транш в Министерство юстиции, потому что недовыполнили реформы или сделали их вообще не так, как предусматривал Европейский Союз. Остановили 100 миллионов помощи от Европейского Союза, да, уже год мы его не получаем, но зато и правительство, и парламентское большинство, и демократическая партия нам со всех экранов, телевизоров, радиоточек кричит, да вот-вот еще минут 15 и мы их получим. Ну о каких 15 минутах мы можем говорить? Если уже Европа полностью заявляет, особенно после того, как аннулировали выборы Примара, говорят, ребята, у вас правосудие не работает, ребята, у вас судебная система подчинена. Последний раз в Германии, вот буквально вчера, позавчера об этом говорилось. У вас есть понятие в Конституции, принцип разделения властей, законодательное, исполнительное, судебное. У вас этот принцип не соблюдается. Это основной принцип, как европейский, так и международный. Остановитесь, сделайте уже порядок в стране. Я, господин Петит, не только относился, да, говорил о евроинтеграции, да, он не только говорил о коррупции, правосудии, он говорил о том, что нужно в первую очередь поднять экономику. Он говорил об инвестициях еще. Нет, поднять экономику, это первое. Потом привлечь инвестиции. А инвестиции вы, ребята, не можете привлечь по одной простой причине. Потому что у вас высокая коррупция, у вас нет независимой судебной системы, поэтому к вам ни один нормальный инвестор не пойдет, особенно европейский. Поняла. То есть все плохо у нас с евроинтеграцией? Ну, честно говоря, никак. Никак. Неплохо никак. Гасей Михаеш, вы по-прежнему будете настаивать, что все-таки у нас есть определенные подвижки, но с вами спорят эксперты. Институт европейской политики и реформ при поддержке Министерства иностранных дел ФРГ. Кто там? Это такая организация. Юлиан Гроза, вот, исполнительный директор. Вот они на днях обнародовали результаты своего труда. Они весьма дотошно смотрели, как у нас обстоит дело с выполнением пунктов соглашений об ассоциации. И вот по их вердикту, значит, по сравнению с 2017 годом, процесс внедрения соглашения можно охарактеризовать как регресс по качеству. И далее идут цифры. Очень такие цифры. Я вот их буквально несколько, наверное, назову, что из 679 различных мероприятий, из 1487 мы их как бы охватили, но из них 4% было выполнено в сроке. И все. 4%. Понимаете, 16% вообще не начинали работу. Мы же здесь не говорим о каких-то вот таких вот вещах. Здесь конкретно, предметно, детально. Слушайте, я видел разного рода экспертные оценки, в том числе и других организаций общественных. И не только общественных, но меня интересует, во-первых, мнение Бросоюза. К сожалению, там в связи с выборами местными была проблема, и Народноевропейская партия пошла по того, чтобы попросить заблокирование тех 100 миллионов у Еврокомиссии. Еврокомиссия еще официально, между прочим, не высказалась. Ожидается до конца сентября вывода Еврокомиссии. Господин Михайлович, мы этот конец сентября ждем уже года полтора. Нет, но Еврокомиссия не будет. Мы сначала в марте, вернее, в декабре должны были получить, потом в марте, потом давайте подождем июля, потом конец сентября уже ждем. Я имею в виду и другое, что ожидается, что Еврокомиссия выскажется по тому запросу Европарламента, о котором вы сейчас говорили. Там будет не только по эти 100 миллионов и про выборы в основном. И европейские эксперты и евродепутаты ожидают, что уже вопрос будет уже перенесен после парламентских выборов и уже будет увязывание с тем, чтобы прошли демократично и в соответствии со всеми законами Европейских. То есть раньше, апреля, мая 2019-го не ждете так? Нет, у меня вот вопрос. Вы говорите, Еврокомиссия должна рассматривать. А вы не ждете чего от Еврокомиссии? Что они в своем документе напишут? Они похвалят или исходя из того, что происходит? Я читаю европейскую прессу и на французском, и на английском языке каждый день, между прочим. Уже могу похвастаться. Похвалим господина Михаеша за то, что он владеет и французскими, и английскими языками. На уровне того, что могу понять, что там написано. Но я понимаю так, что нет никакой катастрофы. Есть рабочие моменты. К сожалению, была проблема с выборами мэра Кишинева, которую наши некоторые партии, которые являются корреспондентами Народной Европейской партии, сумели протащить в Европарламент. И там получился этот скандал, который решится после выборов. На данный момент говорить только о белом и черном тонах неправильно, потому что республика Молдова не получила бы никогда статус страны социально-ребросоюзом и тем более право бежать без виз, если бы не было минимальный стандарт демократической республики Молдова. Подождите, мы получили этот статус, и мы прекрасно понимаем, кем он был подписан, и в какой момент. Это было в пику России, и по указанию США. Ну зачем мы сейчас говорим, вот мы его не получили. Это субъективное ваше мнение, но я читал рапорты из комиссии, делал мониторинг по всем направлениям. Есть заявление Европейского Союза, что до 2028 года никого не будут туда принимать вообще. Мы же не торопимся в Евросоюзе. Главное, чтобы мы работали. Как не торопимся? Мы, по-моему, туда бежим быстрее самолета. У нас заявления периодически делают, и председатель парламента, и все время говорят, что вот-вот. В 2016-2017 году была какая-то точка зрения, что возможно успеем к 2019 году, когда Румыния станет председателем Еврокомиссии, подать заявку. Мы надеемся на Румынию опять. Но это нереально. Мы сейчас понимаем это. А мы это кто? У меня такой вопрос. Например, я как представитель экспертного сообщества... Отлично. А можно мне как вам, представителю экспертного сообщества, задать вопрос? Назовите мне одну реформу, которая соответствует европейским стандартам, которая была проведена в Молдове от начала до конца. Я считаю, что, например, можно подать как успешный пример реформу МВД, полиция дефронтиера, все, что с ней связано. Это, говорят, экспертный экспертный. Это то, что перевели... Это я говорю. Нет, это из СИБа перевели в МВД. Так, дальше. Там в МВД полиция дефронтиера как по-русски будет? Пограничная полиция, да. Пограничная полиция оснащена, более-менее структура соответствующая европейская... Вы говорите о том, что выделили финансы на то, чтобы оснастили... Так, надо еще людей обучить, надо еще иметь навыки, технику, вести законодательство. Вы опять говорите, то есть это не доведено до конца. Их только оснастили, а еще надо обучить, надо экспертизу, надо законодательство поменять. То есть не доведено до конца. Ну, 100% конечно нет, работы еще много, но в целом европейские эксперты довольны этой формой. А в области вести лица у нас все хорошо? Все соответствует европейским нормам? Вот здесь наша общая большая проблема, что, к сожалению, к сожалению, хочу докончить, на который Марков ответит, что то, что касается реформы судебной системы, много еще у нас работы. Мы видим, что у нас иногда такие судебные решения, что шокируют общество, и не только наше общество, но и зарубежных наблюдателей. Вот здесь у нас, к сожалению, еще много-много работы. Я хотела бы вернуться к тому, что вы говорите, что наша власть уже не говорит по поводу вступления в Европейский Союз. Вот я читаю заявление, секунду, я читаю заявление господина Канду, который очень четко сказал, что в 2018 году Республика Молдова может в 2017. Вот это было в 2018 год. То есть, подождите, 18 еще не закончился. То есть, мы еще ждем, господин Мишин, может, не ждет, а я жду уже, когда вы все-таки до конца 2018 года может спикер выполнить свое обещание? Я помню свое обещание. Я помню, и в декларации 2017 года, который все мы знаем. Да. Была декларация господина, ну, потому что в 2019 мы попробуем подать заявку на кандидата. Но потом господин Канду и другие представители Днем партии сказали, что, конечно же, это была хорошая у нас идея, но надо еще много-много работать. Но мы были не правы, так надо понимать. Получается, что реальность показывает, что на данный момент мы не готовы подать в 2019 году заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза. А вот вопрос, почему мы не готовы? Так может, потому что эта власть не проводит никаких реформ, потому что она не соответствует. И те реформы, которые пытаются сделать эта власть, Скажем так, есть и другая ситуация. Вибросоюз не готов принимать сейчас новую страну. Уже Евросоюз не готов. Я считаю, вот вы говорили, что в 2014 году было политическое решение, да? А сейчас политическое решение не может быть, потому что Евросоюз еще находится в пятидесятификации новой конструкции Европейского Союза. Подождите, у нас нет внутри республики европейских норм. У нас в нагло нарушается Европейская конвенция по защите прав этносов, проживающих в Республике Молдова. Потом о чем опять? Об этносах, о нацменьшинствах, если вам так будет. Господин Михаевич. Здесь, между прочим, Молдова многим странам может дать пример. Например, в отношении к миноритариям, в том числе и по языковому вопросу. По языковому? Это то, что вы говорите, что Конституционный суд, превышая свои полномочия, признал закон устаревшим? И что у нас сейчас не один язык не действует? А вы же, как юрист, понимаете, что в 89-го года закон уже устаревший? Это же реальность. В чем он устарел? Вот объясните. Там везде написано УРСССР, УРСССР, Советский Союз. А почему не? Надо отредактировать закон. Правильно. А кто имеет право это делать? Парламент. А почему Конституционный суд сюда влазит? Нет, подождите. Что значит нет? Потому что парламентарии обратились в Конституционный суд. А по какому поводу? О том, чтобы отменить русский язык. А что они лезут в весь закон? А вы посмотрите, либеральная партия конкретно написала заявление в Конституционный суд о том, чтобы убрать русский язык. Да, но Конституционный суд же не убрал. А он взял и порезал весь закон. А кто имеет право это делать? Нет. Остались другие законы, специальные. Вы знаете. Хорошо, давайте я верну немножко вас в тему. То есть вы говорите, вы понимаете, что Молдова в ближайшие годы. Не ближайшие годы, лет 3, ближайшие 1-2 года. А, то есть вы считаете, что... Я сейчас отвечу вам напрямую, потому что мы эксперты можем сделать. Политики обижают, а Юля туда-сюда, это им игнатурно. Ну что ж, Юля-то, они называют нам год, а потом год проходит, а они говорят, не сегодня. Я считаю, что он не получил. Давайте еще подождем. Все зависит от того, как пройдут парламентские выборы и какое у нас будет парламентское большинство после этих выборов. Если проевропейцы, такие, какие они сегодня разрозненные и все разобщенные, поссорившиеся, сумеют достичь консенсуса, и создадут какой-нибудь АЕ-4, 5 или так далее, тогда у нас будет продолжение, скажем так, в чистом виде европейской интеграции. Если будет другая коалиция, не знаю, на данный момент сложно говорить, что там может быть после выборов, как будет расклад в парламенте. А вдруг социалисты возьмут 53 или 54 мандата, взял на уровне 7 лет. Вы не верите послу Соединенных Штатов, который в интервью сказал, что у него есть абсолютно уверенность, неизбежно вернее, он сказал, что следующая коалиция будет проевропейской. Это я так просто цитирую к месту. Я хотел бы, чтобы была проевропейской, но посмотри, какая будет реальность, потому что есть три сценария. Мне просто интересно. Это сказал посол Соединенных Штатов, обращаю ваше внимание. Проевропейский это ДПМ, европейский это Майя Санду. То есть униянисты, которые хотят нас отдать в Румынии, вы их называете проевропейскими? А кто униянист? Майя Санду. Но они симпатизируют некоторые из них. Они смогут в другой вопрос. Во главе с Майя Санду. Потому что она в первую очередь вышла и начала защищать. Анатол Шалару. А Майя Санду и господин Анастасия нет. Вот, например, Андрей Анастасия, я отношу к пророссийским политикам. А, это пророссийский даже? Ничего себе, которые сторонники, которого называют русский язык Синский. Очень классно. Я хотела спросить Тудор Делио, теперь к каким политикам относится. Интересный вопрос. Ну, я не стану этого делать. Уже они хотят объединиться. Коротким путем хотят в Евросоюзе. И вносят румынские языки в конституцию. Но тоже проевропейцы, да? Поняла. Вот я слушаю вас, господин Михаеш, и думаю, что, ну, наверное, почитатели правящей коалиции, услышав ваши аргументы, скажут, ну, все, в принципе, не так плохо у нас. Придется их разочаровывать. Надо медленнее работать. Господин Михаеш, не перебивайте меня, пожалуйста, я говорю. Вот придется разочаровать тех людей, которые обрадовались. Почему? Потому что, чтобы вот сейчас вы здесь не говорили, с вами спорят спикер Канду, который очень четко говорит, что в отношениях между Республикой Молдовы и ЕС нет больше того энтузиазма и той открытости, которые были 5-10 лет назад. Это он сказал в апреле этого года в интервью румынской прессе. Я напомню только, что после того, когда появилась такая гневная реакция европейцев на то, что было с выборами, да, как они это, комментарии наших представителей власти стали еще жестче. Мы вспомним о том, что премьер-министр стал вспоминать какие-то смс, которые они ему присылали, и требовали от него, и вмешивались в наши дела. То есть много чего было сказано, но мы поняли, что действительно отношения сильно охладели. Господин Мишин, это о чем свидетельствует? О том, что на самом деле правящая коалиция понимает, что положение дел не таково, как оно говорит людям, или о чем-то другом. Вы понимаете, дело в том, что правящая коалиция вполне себе дает отчет внутри, да, не то, что они выходят, говорят, в микрофон или на телекамеру, а внутри. Она понимает, что она не собирается не идти ни в какую Европу. Она не собирается вводить сюда никакие евростандарты. Извините, если сюда придут евростандарты, они не смогут отдавать по 30 автовокзалов в частные руки, они не смогут продать Айер-Молдову и многое-многое другое. Да, это, кстати, новость сегодняшнего дня с автовокзалами. Очень хочется узнать, кто то самое частное лицо. Да, вот государство как-то 26 лет управляло автовокзалами, они как-то жили, и все было нормально. А вот тут, вот за последний год еврореформ и евроинтеграции, мы уже не можем государство управлять этими автовокзалами, поэтому надо срочно их передать в частные руки. Слушайте, мы ничем не можем управлять, не в вокзалами, а в аэропорту. Что у нас творится? Не аэропортом управлять, не маршрутками не можем управлять. Господин Мишин, вас слушают грустно. Слушайте, а... Друзья, так вот я так говорю, а какой мы говорим... Аэропорт в конце, никто не плачет. Подождите, хорошо, вот вы приводите, я вам говорю сейчас конкретные вещи, которые уходят, понимаете? Миллиард из Молдовы ушел под эгидой крыши евроинтеграции. Это европейские нормы, это европейские стандарты, это власть делает. Ну вот Филат и сел за этот миллиард, другие сел. А, один, а он один забрал. Платон сел, еще есть дела. А, Платон, да, вот два человека, Платон вообще не было в республике Молдова и у власти, понимаете? А он сел. То есть не надо сейчас выводить внутри наши правители, понимают, что никакой евроинтеграции, никакого вхождения в Европу не будет. Им это самим не выгодно. Потому что если сюда придут их стандарты, их нормы, их право, самое главное закон, где написано, что закон превыше всего, тогда ни Конституционный суд, ни парламент не сможет его нарушать, так как это происходит последние два года. И поэтому невозможно. И не будет этого. Я с вами соглашусь, что государство это хороший управляющий. К сожалению, мы знаем, что на постсоветском пространстве, везде, где государство управляло, везде были проблемы, и в России, и в Беларуси. Вы знаете, Беларусь такую проблему имеет. А Беларусь это нехороший пример. Как это нехороший пример? Батька там жирует за счет того, что Россия отдает ему нефть, и он ее прикачивает на запад. Подождите, вы посмотрите, как живут беларусы. И вы посмотрите, как развивается страна. Потому что Россия дает им субвенции. А кто нам еще? А вот не надо было нам кричать, что мы хотим в Европу. Надо было жить и дружить с Россией, и мы бы получали те же субвенции, и так же жили, еще может быть лучше, чем там в Беларуси. Даю вам интересный пример, который, может быть, вы знаете. А не слушали США? Последние цифры по экспорту Молдовы в Евросоюз, вы уже, наверное, знаете. Из этого экспорта 67% продвистовская компонента. Тоже интересная цифра. Хорошая тема, да? Подтянулись продвистовские предприятия, научились работать европейским. Да, вы европейским нормам. Значит, работать договором ассоциации, договором в общем рынке, понимаете? Когда был экспорт в России? Я бы не стала вообще это как аргумент серьезно рассматривать, а потому что цифры, я вот посмотрела. Нашли другой рынок. В отношении этого цифры в том докладе, который я сегодня изучала, не было, правда, по Приднестрову, поэтому сейчас не смогу, наверное, с вами здесь поспорить, но я бы смотрела другие цифры, и вот согласно этим цифрам у нас, у нас, как бы, понимаете, если экспорт и растет, то растут, во-первых, не все отрасли. Вот у нас, смотрите, мясо снижен, экспорт вес на 14%, на 14% снижен завод. Молочные продукты, яйца. Значит, нет прогресса во внедрении обязательств, связанных с санитарным и фитосанитарным контролем. А то, что у нас есть продвижение, о чем вы говорите, понимаете, это ничего не дает эта кабельная продукция. Надо читать этот рапорт, потому что он субъективен. А я не могу, потому что это сделано. Возьмите официальные цифры. Возьмите европейские цифры. Этот доклад сделан при участии Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия. Заплатили немцы, но сделали молдаване. Надо взять экспертизу Евросоюза, официальные цифры. Господин Михаилович, мы же стремимся в Евросоюз, значит, мы должны доверять такому флагману, как Федеративная Республика Германия. Они же не делали этот рапорт. Делали наши с вами товарищи, которые... Господин Михаилович, сколько у нас закрытых предприятий? Почему у нас каждый год отток населения? Вот это проблема реальная. Это проблема, потому что нет рабочих мест. А я объяснял почему. У нас закрылась вся сельхозпродукция, у нас закрылась все сельхозугодия, все сельхозкооперативы. Людям негде работать, потому что эту продукцию некуда сбывать. Потому что Европейский Союз не берет, а с Россией мы повернулись одни места. Это не про Европейский Союз. Это не про Европейский Союз. Сколько у нас был экспорт, когда с Россией все было хорошо? И сколько предприятий работало? И сколько людей было в Молдове? Давайте вспомним. Реформа, которая была проведена в населении, была катастрофическая. Это программа 1993 года, когда они отдали по одному гектару каждому учителю, каждому сельскому жителю. Хорошо, это можно было все развернуть. Было неправильно. Хорошо, да, мэрмынт, как вы говорите. Потом приватизация катастрофическая 1994 года была. Да вы не вспоминаете 1994 год. А почему все? А от 2001 до 2004 года почему все работало? Не работало. Извините, как не работало. Вы посмотрите, сколько работало предприятие. Вы посмотрите, сколько работало сельских хозяйств. Когда у нас российский рынок был открыт. Потом те же коммунисты в 2006 году начали терять этот российский рынок. Нет, в 2009. В 2006 году виновная проблема. Извините, в 2009. А потом наши правые европейские ориентиры. В 2006 году, вспомните, когда Россия закрыла рынок вина в связи с делом Пассатов. Помните? Помню. А почему? И, кстати, тогда правильно сделала. Вот тогда она научила наших виноделов не делать всякую пургу, потому что Россия все возьмет, а делать качество. Подождите, вы не правы. А нет, закрыли весь рынок. А потом в 2009 году у нас пришли проевропейские партии с евроинтеграцией. И вот мы с этой евроинтеграцией сегодня живем так, что у нас рынков сбыта нет вообще. Слушайте, вы не правы. Ну как я не прав? Я вижу цифры. Я вижу, сколько люди получают и сколько беззаботят. Вырос экспорт Молдавский, Вебросоюз. Нормуния занимает первое место. С нуля вырос до 30%. А Россия из 100 упала до 5. Так извините, может быть, там лучше бы 100. В России большие проблемы. Там эмбарго Евросоюза, эмбарго США. Нет, у нас хорошо. Точно знаю, что хорошо вырос экспорт черешни. Да, вот ягод этим летом в России. Да, на три процента. Нет, в России. Нет, я про Евросоюз. Нет, он просто говорит, что в России мы ничего перестали экспортировать. Смотрите, зайдите в любой супермаркет Евросоюза. Хорошо. Так говорите Молдавское вино. Молдавское вино найдете везде уже. Это уже погодите. Трех компаний. Понимаете? Потому что остальные туда попасть физически не могут. Все равно здесь. Значит, давайте мы закроем все другие компании, разгоним заводы, разгоним все, кто производит коробку, бутылку, стекло. А три компании будут жировать и торговать зато в Евросоюзе. Но это будет рабочих аж 2000 человек. Так вот и оставим 2000 человек в Молдове, и все хорошо. Зато мы в Евросоюзе и в Европе. Для выживания Молдавского государства это самая важная проблема. Поднятие ПИБа хотя бы на 100% за следующие 4 года. Это дело выживания Молдавской нации, Молдавского государства. Хорошо, давайте вернемся ближе. Скоро людей не останется, потому что им негде работать. Банки и зарплаты. Человек заканчивает высшее учебное заведение, ему предлагают 100 евро или 200 евро. Это не зарплата, понимаете? Уже можно говорить от 400 евро и выше. Вы понимаете, что... Зарплата, которая мотивирует человека остаться дома. Господин Михайлович, я понимаю ваше... Ваше... Я понимаю ваше сожаление по этому поводу, но люди, которые действительно вынуждены ехать туда, это говорит о том, что в последние 9 лет на самом деле ситуация... Они в Сибирь едут. Они в Сибирь едут. Проблема нашей страны, правда, не ихняя. Да. Скажем честно, они там становятся счастливы. Они там хорошие зарплаты имеют. Господин Михайлович, это проблема власти. Хорошую медицину имеют. Они там детей дают в учебные, хорошие заведения. Господин Михайлович, вы слышите, что я говорю? Мы с вами когда-то в Сурбону едут и так далее. Господин Михайлович, вы слышите, о чем я говорю? Это проблема власти. Если бы было доверие... Проблема страны, они... Если бы нет, господин Михайлович... Ну, позвольте, я скажу. Это проблема власти. Если бы люди доверяли в то, что станет лучше, они бы отсюда не уезжали. Проблема в том, что уже никто не верит. Отсюда и едут. Давайте... А кто зарплатами в том числе, от кого зависит? В том числе и от государства. Давайте сейчас поговорим по поводу позиции нашей властей и позиции нашего населения. Смотрите. На фоне того, что спикер честно признал, премьер честно признал, отношения у нас, мягко говоря, очень сильно охладели. И вот на этом фоне, что делает власть, когда есть претензии у европейцев бесконечно к нам, когда уже у наших есть куча претензий, что уже прямо европейцам говорят, а вы знаете, это под вашим руководством мы реформы эти делали, это говорили, да? Вы знаете об этом. Что делает власть? Она поступает, она говорит, а вы знаете, а мы вот возьмем и закрепим евроинтеграцию в конституцию. И вот у меня такое как-то, я не знаю, знаете, вот если можно это сравнить. Знаете, когда вот между супругами охладевают отношения, вот они в ЗАГС не идут закреплять отношения. А вот здесь, когда охладевают отношения, наши решили все-таки вот в этот виртуальный ЗАГС, все-таки давайте пойдем. Вот не глупо ли это? Слушайте, здесь, конечно же, можно много спекуляровать на эту тему, что на данный момент, вот исторически сегодня, проблемы с Евросоюзом и Молдовой, между Евросоюзом и Молдовой какие-то есть, да? В связи с тем, но это не аннулировало Европейского пути Республики Молдова, это не аннулировало договор об ассоциации. Вот все эксперты, даже те, которые более или менее, скажем так, поддерживают левые силы, они говорят, если завтра отменить договор об ассоциации, будет катастрофа полная в Молдове. Между Украиной и Россией война, мы туда уже не пробьемся, на тот рынок. Здесь, если мы этот рынок потеряем, и эти связи, здесь у нас просто, напрасно объединятся с румынией, американцы с Европейскими, скажут, что это проблема, там дураки, они сами не знают, что делать. Давайте уже от этого проблемы... Вам не кажется, что есть разница? Единственное, что держит Молдову, дайте сказать, я скажу, что очень важно. Да, пожалуйста, пожалуйста. Единственное, что сегодня держит Молдову в жизни, это договор об ассоциации с Евросоюзом. Извините, я не удержалась. Да, да. Оттуда приходят деньги, это очень громкие слова, что держит Молдову в жизни. Наши граждане там работают, получают деньги, понимаете? Это единственное. А только там наши граждане работают? В Солдом там сейчас. Да, вы что говорили? У меня много знакомых, между прочим, которые приехали из России и приезжают потихоньку в Евросоюз. Из миллиона двести, которые уехали по... Ну, скажем так, около миллиона, реально. Около миллиона уехало. Солова, 700 тысяч находятся в Российской Федерации. Это было четыре года назад. Нет, это последние данные, которые озвучивает господин Филипп, вместе с господином Канду. Смотрел сегодня цифру. 288 тысяч по России официально сегодня. А по поводу евроинтеграции. Это официально. Это официальные данные, поэтому не надо. Моцарная, по-моему, она почти осталась. Да, 300 тысяч, которые гуляют по Европе, Израилю, Америке и Канаде, а 700 тысяч в Российской Федерации. Было четыре года назад. Поэтому не вводите в заблуждение. Сегодня поменялись цифры. Скажу вам почему. Ну, правда, скажу вам только. Валюта российская упала, доходы упали, и уже невыгодно Молдаванину там работать. Потому что у него 2 евро будет 1000 евро, реально, а в России будет 300-400 долларов. Вот и ваша цель. Поэтому наше Молдаване ставит вопрос об упрощении получения патентов и объясняет, как необходима эту процедуру. Поверьте мне, берут паспорта и массово выезжают в Евросоюз. Массово. Ну, хорошо. Господин Михаэш, мы на этом находимся. Так считает господин Михаэш, имеет право в конечном итоге. А теперь по поводу Евросоюза в Конституции. Нет, секундочку. Я хотела бы только одно маленькое уточнение. Раз мы вот тем, что мы живы, должны благодарить соглашение об ассоциации, как вы говорите. И безвижное пространство. Понимаете, я только одного не могу понять. Ну, раз вот есть это соглашение, ну и пусть будет. Его уже никто не собирается отменять. Да не говорят они об этом. А почему они говорят? Господин Михаэш, если бы они хотели это соглашение... Президент, между прочим, поменял свою точку зрения. Он сказал, что я уже не считаю, что надо его отменять. Надо доработать его. Вот пусть правильно будем дорабатывать. Хорошо. Господин Михаэш, вот зачем необходимо это вносить в Конституцию? Давайте дорабатывать, как говорит президент. Есть вопросы. Давайте дорабатывать соглашение. А в Конституцию зачем? Чтобы не было... Руководящие и направляющие. Понимаете, здесь есть и резон. Вот сейчас Украина идет по нашему пути. Вот Порошенко сказал, что он внесет в Раду два законопроекта об изменении Конституции по европейской интеграции и по интеграции в НАТО. И мы должны радоваться? Да, потому что... Почему? Потому что Украина идет по нашему пути? Это как? В данном историческом моменте, в котором мы находимся... Смотрите, соответственно, у нас Запад, с другой у нас Восток. На Востоке война, разруха, проблемы. Экономика России падает. Путин их обманывает, что это не так. Но реально рубль каждый день сквачивает. Боже мой, как они там живут? 80 рублей стоит 1 евро сегодня. Ну и что? Это евро. А завтра, если евро упадет... Месяц назад был 60. Месяц назад был 60. А если доллар упадет, евро упадет, это что вы потом будете говорить? Давайте так, стоп. Стоп, секунду. На Западе есть... И только несчастные молдавские граждане... Секунду. И только несчастные молдавские граждане... Осаждают консульство Российской Федерации... Которое не соблюдается здесь. Секунду, можно я скажу? Если послушать господина Михаеша, я не понимаю, зачем тогда наши молдавские граждане осаждают консульство и посольство Российской Федерации с тем, чтобы получить гражданство. Что это честно? С тем, чтобы получить гражданство. Хочу, честно скажу. Вот за всех можете сказать. Чтобы взять пенсию, российскую пенсию. Потому что она лучше. Потому что она больше, чем в Молдове. И в Европе тоже. Понимаете? И лучше, чем в Европе. Значит, все-таки не все так плохо. Да, если все так лучше, Европейская пенсия лучше, чем Адамская. Даже не все так плохо после повышения пенсионного возраста. Если все-таки людей это привлекает. Вот тот же казус, который он хочет. Человек имеет российскую пенсию. Он не имеет российскую пенсию, это раз. Он даже не гражданин России, это два. Он гражданин Румынии славный. Вы же знаете, о чем мы говорим. Так я знаю. Я поэтому... Я про него сейчас и говорю. Кому концу, что у него российская пенсия. Слушай, если мы читаем бульварные газеты и принимаем... Ну не надо, коллег, так вот, ярлыки. Давайте не будем сейчас. Потому что надо перепроверять всегда. Ну перепроверять нужно. Вот. А он подавал на переселение в Россию, ему отказали. Поэтому давайте мы оставим это... Ну я не буду... А теперь по поводу евроинтеграции. Да. И конституции. Так, естественно. Да. А у нас есть договор об ассоциации. Ура, похлопали. Мы хотим внести в конституцию, потому что это будет хорошо. Ребят, эксперты, демократы, правительцы, правители и так далее. Можно мне один вопрос? А кто у нас по конституции управляет страной? Вы или все-таки народ? Секунду. А если будет референдум... А знаете почему они не идут на референдум? Потому что знают изначально, что это не пройдет. Почему... Секунду. Почему они пошли в конституционный суд? Я neverTER. И вносили изменения в конституцию. И перед этим не проведя им референдум. Потому что знали, что не пройдет. Потому что знают, что не будет. я скажу народ никто не спрашивает а последние все соцопросы говорят о том что не поддерживают европейский курс я поддерживаю американские цифры 60 процентов не американские цифры интересуют а я выхожу на улицу у людей спрашивали в начале сказали что это транше все рассматриваются значит посмотрите откройте интернет посмотрите цифры восемнадцатого года и поэтому почему же спрят просили когда на россию больше избирательных участков и больше за коду и любит а вот именно европой нет ни в коем случае тоже работать европа отлично давайте мы сюда мигрантов давайте европейском дипломатов потому что кто-то где-то что-то перепутал потому что в европе так принято будем объединяться делать из россии и из европы две конкурейшие стороны вот теперь господин михаевич давайте вот теперь дайте я дойду до конца по европейским стандартам вашим любимым да не одну пропаганду ни одной партии законодательно вносить в республику конституцию нельзя когда не пропаганда а что это подождите идеологию религию так с вектором страны кто определил этот вектор эксперты во главе с дем партией а я не согласен а нас тут двое а так большинство может послушать а не мишиство как можно так чтобы вас успокоить и всех надо ввести этот конституцию европейской интеграции связывает голосование за этот законопроект с тем чтобы голосовали за изменение 13 статьи по румынскому языку и они вот это я про это граться связано по поводу голосов за евро интеграцию все-таки с вами спорят руководители демократической партии что они уверены что у нас а есть запрос будет проголосован если выбирал демократа там осталось 5 человек и гиппу 7 человек проголосует пройдет потому что создается 20 30 сколько 24 человека воронин имеет 7 это 31 остается 70 мандатов теоретически это будет даже голосовая гиппу а почему сначала референдумы не провести почему мы все время никто не будет проводить никаких референдумов я вам скажу как это будет выглядеть вот если они действительно ходят и если вы правы и они ходят и ищут голоса то мне кажется им должно стыдно сейчас в этом признаться потому что когда они навязывают вот это в конституцию и говорят что так хочет молдавское общество то они должны быть уверены что по крайней мере в парламенте их поддержат если их не поддерживают даже в парламенте то они должны оставить эту идею господин михаэш и не говорить людям о ее пользе она прекрасна и какая она замечательная это моя точка зрения что если это пройдет в конституции народ потихоньку с этим смириться смириться успокоиться и проголосует потому что нет альтернативы чего есть альтернатива есть всегда секундочку здесь ключевое слово господин мишин мы не понимаете в чем проблема власти правящей коалиции в том что ключевое слово смириться конечно понимаете они не пытаются чтобы народ этого хотел они не пытаются нет господин михаэш слушайте это вы говорили это слово в том то и дело что все время а а знаете кто смиряется не подойдет не знаю я вам расскажу после эфира давайте вот сейчас так нет я я вас цитирую мы не имеем альтернативы давайте почему так говорит господин михаэш что нет альтернативы потому что он большой почитатель американского посла потому что буквально сегодня сегодня в интервью посол сша это цитата отметил что европейский вектор развития является единственным вектором приемлемым для республики молдова господин мишин давайте посмотрим на это заявление как на заявление дипломата который определяет очень четко путь и направление для внутренней политики нашей страны не является ли это во-первых вмешательством ну так вот вы людмила у меня с языка сняли я боюсь что меня сейчас все эксперты и вся демпартия обвинят в том что я скажу что это вмешательство внутренние дела республики молдова как-то как причем даже если бы он говорил любом другом векторе понимаете но если бы вот он сказал что это не из вот он говорит это единственный вектор приемлемый нет почему а вот предлагаю вам господин михаевич представляете себе что он сейчас начал свою миссию новый посол российской федерации в республике молдова господин васнецов он выходит на телевидении говорит я считаю что еврозес это единственный секунду это единственный вектор республики молдова господин мишин как вы считаете какова была бы реакция на следующий день на следующий день да как минимум объявить персоной нонград минимально самое минимальное поставили бы так что я даже бы дня два бы дали знаете что я уже видел как дипломатов высылали российских дипломатов дипломатов в поддержку с и великобритании поэтому не надо сейчас господин михаев признавайте правду господин петит сидит с наглой ухмылкой и рассказывает нам какая у нас евроинтеграция нет секунду он дипломата он как посол другой страны не имеет право рассказывать республики молдова куда и двигаться и как я ожидаю того же от российского посла чтобы он выходил на телевидение чтобы говорил честно не что он думает и и говорил аргументированно под цифрами в чем сказал почему не говорит господин петит выходит и говорит аргументированно республика молдова не выполнила по европейским стандартам это 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 она в европу бы не попала вот потому что потому что потому что и приводит официальные цифры которые мы слышали и на этой программе и при этом единственный путь у нас евроинтеграция но он противоречит сам себе слушать понимаете приводят цифры а я выйдет господин паспетит он приведет я вообще считаю так есть работа дипломата и вот вы знаете дипломат на мой взгляд я не стану сейчас спорить да на мой взгляд заключается в том чтобы у дипломат должен сказать так вот вектор страны должен находиться там где решит народ республики молдова хорошая фраза правда нормально вот к ней прицепиться трудно демократично понимаете да понимаете прицепиться сложно вот народ решит туда ситуация в чем у нас что молдова сегодня ситуация в том про господин хаиш простите что когда коммунисты пришли к власти был другой посол соединенных штатов и вот когда и когда они когда она зашла к родину он дрожал без и нет я вам скажу так и и посол соединенных штатов америка сказал так решил молдавский народ мы не вправе подвергать мило смит вы пошла к бородину задрожал как маленький ребенок и дрожащей рукой позвонил позвонил в крыльях мы не можем принимать не рассказывайте пожалуй это история мне кажется два человека много сказок я не могу хорошо у нас мало осталось времени я не успела поговорить о том что такое благо которым я не знаю о котором говорят и который приводит в примере которым гордятся и хорошо что она есть пока я сейчас говорю о либерализации визового режима но ситуация в другом господин сейчас и будет нет если мы будем плохо информированы вы не знаете что очень скоро въезд будет стоить сколько господин мишин 7 евро и 7 или 18 но и даже не будет усложненный где где нужно необходимо будет проверять себя находишься ли ты в списке и где имеют право господин михаевич для вашего сведения отказать без объяснения причин слушайте вот здесь мы заходим в ту область безопасности евросоюза где они имеют право и молдова между прочим вы же говорите что нужно беспокоиться республике молдова оставьте сейчас безопасность европейских стран а если наши граждане некоторые из них конечно же против них будут и вот это уже мягко говоря расстраивает вот сильно рассчитывайте я же дал худшего вот этот вариант принят самые легкие между прочим были настроения в европарламенте я смотрел пару там мнений у меня ужаснулся вообще закрыть для всех евросоюз и так далее иммиграция большая проблема но решили ли просто внести в электронный список всех тех которые меня договором ассоциации граждан стран которые хотят бежать и всего лишь это не визовый режим просто если вы знаете как если уже вот такой вот идет усиление я не знаю усложнение скажем так это как то не может радовать потому что если мы сравнивали с российской федерации нас например граждане при приезжая в аэропорт им ставят визу как данный момент у нас уже хорошо который получают давайте хотел еще поговорить вот понимаете как чтобы понимали наши вот одну вещь что если бы не было такого противостояния между западом и востоком то возможно и с и охладел бы к молдове чем были бы мы так нужны но это уже тема нашей следующей программы есть такая точка зрения крайне мере на достойное обсуждение время наше вышло подвожу итоги господин михаев опять будете говорить что вот как идете на эфир сразу просите своих сторонников может быть у вас больше 80 я знаю что это будет но к сожалению мы не имеем доступа я обращаю большое внимание главное чтобы люди поняли момент понятно я вам завидую раз ни на что не обращайте внимание все равно вот я вас благодарю за то что вы приходите и вот по крайней мере мы знаем что у нас есть более менее правда подобно хотя бы 70 30 сделать если вы хотите так разрекламируйте себя сами делать мы не будем ничего да вас благодарю господин мишин также вам спасибо за то что приходили пришли сюда и беседовали с нами и я думаю что будет еще не раз эта тема возникать спасибо 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 вы смотрели программу дело принципа я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера